Так ли опасен омикрон, как о нем говорят? Медики уверены, недооценивать этого противника не стоит. Хотя до Самарской области напасть пока что не добралась, специалисты уверены, это вопрос двух-трех недель. На сегодняшний день его уже фиксируют в соседней Оренбургской области. Этот вирус, волна будет иметь взрывной характер. Министр здравоохранения Российской Федерации озвучил цифры о том, что заболеваемость будет выше в 4-5 раз. Почему? В этом особенность этого вируса, его очень высокая заразность. То есть, если раньше один человек заражал 10, то сейчас один человек будет заражать 100 человек. В регионах, столкнувшихся с омикроном, говорят о том, что болезнь протекает легче. Это действительно так, но только в случае, если речь идет о привитых, говорят медики. Врачи области во всеоружии готовиться начали еще с первых сообщений о новом штамме. Например, в больнице Середавина, самом крупном ковид-госпитале, появились новые лекарства и методы лечения. Их готовили специально для борьбы с омикроном. Совсем недавно в медучреждении закрылись несколько отделений на базе ковид-госпиталей. Но их развернут вновь, если понадобится. Наша больница уже была развернута на 1200 коек в инфекционном госпитале. Мы готовы вернуться к такому же объему. У нас есть сотрудники. И, что немаловажно, есть уже приобретенный опыт такой работы. Сейчас врачи отмечают, что наиболее уязвимые коронавирусу группы населения люди в возрасте с сопутствующими патологиями. До сих пор уровень вакцинации среди них недостаточен. Кардинальных изменений в профилактике омикрона нет. Специалисты призывают вовремя обращаться за помощью, даже при невысокой температуре, по возможности меньше находиться в местах скопления людей, проводить больше времени на свежем воздухе и, конечно же, вакцинироваться. Михаил Гермоленко. События. Субтитры создавал DimaTorzok